Эта выставка, инициированная сотрудниками районного историко-культурного центра, стал своеобразным подарком пожарным, а потому и название получила «С Днем Спасателя». Впрочем, и сами герои выставки принимали участие в составлении экспозиции. Ее создателям пришлось посмотреть сотни снимков и выбрать лишь 56 самых ярких. Уководствовались при выборе фотографии, объем, если честно, фотографий очень большой. Просто брали, смотрели и взяли формуляры исторические, и выбрали фотографии из истории, из работы с детьми, работа на пожарах, и то, что действительно показывает нашу работу, нашу жизнь. Ленинский пожарно-спасательный гарнизон ведет свою историю с 50-х годов прошлого века. Фотографии того времени и расположены на одном из стендов. В целом же выставка охватывает всю историю подразделения. Мы хотели показать историю пожарного дела в Ленинском районе, как идет подготовка к главному, к тушению пожаром, и к различным чрезвычайным ситуациям устранения в нашем районе. Ну и работа с населением, с детьми, показать соревнования, праздники. То есть охватить весь объем работы. Первую экскурсию для коллег провел заместитель начальника Ленинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России Денис Белоусов. Впрочем, большинство фотографий столь выразительны, что объяснений не требуется. Вот 2003-2004 год. Очень такая живописная получилась. Мы показывали элемент прохождения полосы психологической подготовки, огневой полосы. Одним из героев, попавших в объектив фотоаппарата, стал Константин Жаворонков. На мероприятии по случаю открытия выставки он выполнял роль звукооператора. Хотя настоящая его работа – раскручивать не провода, а пожарные шланги. Вон, видите, стоит диджей, руки в карманы он воткнул. А вот он здесь, на этой фотографии, после пожара, посмотрите. Классная фотография, мне очень нравится. Улыбаются ребята, отработали, видно, уставшая улыбка на лицах такая. И действительно, за этим снимком, как и за многими другими, скрывается своя небольшая история. Этот снимок сделан примерно полгода назад, наверное. А при каких обстоятельствах что там случилось? Обстоятельства. Горела квартира на первом этаже. Мы тушили, сначала зашли со стороны двери. В квартире были очень черные занавески темные. Мы зашли, ничего не видно, дым черный. Потом прозвучала команда на выход, мы вышли на улицу. Решили зайти через окно уже, через полестницы забрались. Дернули эти занавески, нашли очаг, потушили. А потом сидели, отдыхали уже после пожара. Сотрудниками историко-культурного центра был опробован формат передвижных выставок, которые проводились в школах Видного. Планируется, что и эту выставку также покажут видновским школьникам. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.